Потрясающе, друзья! Шикарная погода в Петербурге! Я сейчас на набережной обводного канала, и я еду тренироваться. А кроме тренировки, сегодня я планирую записать для вас ответы на ваши вопросы. Их набралось немало. Собирали их администраторы из групп ВКонтакте, кое-что с Инстаграма, что-то из старого, с канала Ютуб. Поэтому сборная Солянка, под этим роликом пишите ваши мысли, пишите ваши вопросы. Теперь еще одна регулярная рубрика будет восстановлена, оживлена. Как видите, в этот раз ролики выходят просто с завидной регулярностью. И, несомненно, это только благодаря вам, благодаря вашей поддержке, вашим комментариям и вашим просмотрам. Ну что, смотрите, как машина запаркована. Это все приехали, наверное, качаться. Вот Спортлайф. Бывшее здание царского вокзала. На обводном канале, на набережной находится. Есть два вопроса, которые меня беспокоят. Вопрос номер один. Звук пишут наушники или звук пишет телефон? Потому что, ну, хочется, чтобы было качественное звучание. И кто смотрит такие наушники, это пацаны. Они очень удобные. Звук, кайф. Вообще, мне очень нравится. Шикарные. Вот. Сейчас придем разминаться, переодеваться. И на пару вопросов, думаю, отвечу я уже в процессе переодевания. Нашел смотек в сумке. Вот там валялся в холодильниках. Видите, холодильника нету в машине. Потому что можно его хранить, в принципе, недолгое время. И дней семь. Без холода. И не сильно париться по этому поводу. Все со стабильностью хорошо. Это просто один из вопросов. Один из вопросов, которые часто задают. О сохранности гормона роста. Вопрос номер два, который часто я получаю. Это где я тренируюсь. Ребят, в основном я тренируюсь на обводном канале. В спорт лайфе. Это вот, то есть сейчас это я здесь. Потому что наше предприятие находится отсюда, ну, в семи минутах езды, наверное. И также тренируюсь довольно-таки часто. Я на проспекте Просвещение. Называется улица Хошимина. Там находится тоже спорт лайф. То есть абонемент у меня во все спорт лайфы. Что логично, правда? Залы реально кайфовые. Я вот считаю, что абонемент спорт лайф стоит своих денег на 100%. Прямо даже на 200. Ну что, друзья, вот начинка спорт лайфа. Так он выглядит. Ну, красиво, ничего не скажешь. Ладно. Вопрос номер один. Что планируется в новинках генетика? Друзья, кто планирует в часы выпускается на русском питании? Ацетила и пернеси скоро. Новые заставники скоро. Печеньки, батоны, всякая такая, ну да. Скоро в обозримом будущем. А теперь пришел делать разминку. Разминка. Номер один упражнение гиперэкстензии. Номер два пресс. Битес бедра я уже размял. Подобедом сложно. На канале выходят ролики о каждой новой позиции. Теперь. Думаю, довольно-таки удобно. Думаю, что в следующей две недели на рейдж разбор будет. А еще, еще новый тренд, еще один. Будет, пожалуйста, апгрейд. Это будет добавка для стимуляции ЦНС. Потому что рейдж, он больше тренировочный, памповый. Что любит, то хардкорнее тренинг. Более хорошая добавка. Вот та новинка. Это второй претрен. Очень бюджетный. Можно использовать его будет отдельно. Со вкусно тахарной ваты. Либо можно будет его добавлять в рейдж. И делать себе уже такой супер люковый коктейль берсерка. По новинкам очень сложно говорить. То есть, у меня такой момент, ну прям, бывает куча планов. Лицетин хочу отдельно сделать. То, что сразу всплывает в голове. Витамин D. Это то, что на доске выписано из ближайших добавок новых. По новинкам. Ну, двигаемся постоянно. Больше нас не выпускает ни один бренд в России. И надо кому-то быть впереди. Так, сейчас вопросы я сначала читаю, потом отвечаю. В следующий раз возьму свой второй телефон, чтобы было более удобно. Вот уже ногами. Сейчас я навешиваю на него блинчиков. Сделал приседание. Дико тянет. Очень больно. С пустым грифом. Ужасная боль. Но нужно разрабатывать, растягивать. Думаю, что постепенно уже не опасно. Вы так не делайте. Ждите, как говорит врач. Вопрос был следующий такой. Максимальная дозировка добавок. Откуда он возник? Подписчик пишет, что, например, под струлином написано, максимальная дозировка в России 500 мг на порцию. Но действительно, и вы, и я понимаем, что струлин работает от 2 грамм. Да, в России весьма супорылые нормы по веществам. К примеру, кофеина нельзя больше 100 мг на порцию. С струлинами нельзя больше 500. Поэтому в действительности, чтобы понять точную дозировку, стоит больше читать, больше узнавать. И в чем-то экспериментировать на себе. Ну, придет. Вариантов нет. Либо слушать грамм специалиста. Например, наш предтреник, да, Рейдж. Расскажу, как написано, да. В банке, по-моему, там 30 черпаков. Либо 25 порций. Точно сейчас не скажу. И мы расписали состав, главное, весь черпак. Но при этом по инструкции пишем, что порция это 1 седьмая. Почему? Потому что по закону максимальной дозировки веществ указаны на 1 седьмую черпака. Но для вас он пишет, что это 25. И, ну, в действительности, да, он уже полный черпак, типа для тренировки. Мы должны заботиться и о вас, когда делаем хороший продукт, качественный. И при этом должна одновременно заботиться о наших партнерах. Чтобы в магазинах у поддавцов не было никаких проблем. Вот так вот. Поэтому порции указаны по правилам. А чтобы пить в действительности, вы понимаете сами. Либо обращайтесь ко мне, я к вам подсказываю. Ну, да, очень смешные нормы. К примеру, витамин D. На одну капсулу в России можно максимум сделать 600 единиц. Это 15 мг, если не ошибаюсь. При этом на границе вы видели, есть капсулы по 5 тысяч, а 10 тысяч единиц международных. Это именно D. При этом в России максимальная дозировка разрешенная на капсулу 600. Такие нормы, с этим мы должны милиться, работать и внимательно ходить. Теперь жим ногами. Пока лежу, отдыхаю. Супер популярный вопрос. Как накачаться натуралу? Друзья мои, накачаться на 100% точно так же, как и химику. Только дольше, примерно, в 2,5-4 раза. То есть результат химика за квартал в худшем случае вы получите за год. На мой взгляд, очень неплохие результаты. Естественно, если при всем при этом вы стараетесь питаться так же, как химик, отдыхать, спать, как химик, такой же ответственность относится к тренингу, как химик. Ведь все очень просто. Ну, качается натурал, он так, подзабив, в основном, занимается. А химик, понимая, что он гробит свое здоровье сейчас, он питается, соответственно, за едой сидит, все витамины пьет, бады, спортфит, лекарства, поездный массаж. Он совершает такую кучу действий, необходимых для роста и прогресса, что на самом деле, так скажем, продержит большинство химиков, обусловлен не химией, а их ответственным подходом к тренировочному процессу. Вот в чем дело. Потому что эффективность и ценность химии переоценивают. А в первую очередь именно барыги химией превозносят ее эффективность и дутативность. Потому что я знаю огромное количество химиков, которые выглядят хуже натуралов. Ну, они выглядят так, будто бы не снимаются вообще. Они вокруг вас, это перерывные тренера, ваши коллеги по спортзалу. Многие из них химичат, и вы этого не видите. И при этом я знаю кучу народу натуражку, кто тренируется, и выглядят охрененно. Дай бог вам так выглядеть на химии. Вот такие вот дела. И сам сейчас внутри я натуражку все отменил. Расскажу вам в следующем ролике или через один вообще, почему я это сделал, зачем отменил и так далее. Вот. Баранкуражку просто все на самом деле странные. Мне кажется, глупыми. Но, ну, это, конечно, в меру наших с вами с кем-то отличий в наших знаниях и пониманиях того, что работает. Вопросы могу забывать. Тогда буду останавливать, пересматривать. Там часть вопросов связана с травмой. Я их объединю всех в один ответ. Первое. Один из подписчиков видел фотку в инстаграм, где я сильно слил. Да, друзья, ну а вы что думаете? Мышцы, когда ими не пользуешься, уходят. Мышцы, когда у тебя температура 40, уходят. Мышцы, когда ты полностью обездвижен, уходят, когда ты ими не пользуешься. И мышцы, когда у тебя серьезное загноение, нарушение кровообращения, уходят. Я вообще руку не чувствовал. Там много приколов было. Фотография-то была сделана на девятый день. Такой самый пик отката, так скажем. Конечно, я быстро восстановился. Я уже тренируюсь, питаюсь. Я без фарма сейчас. Ну, не знаю, если вас порадовало, что я слил, то, ну, дай бог, что вы улыбнулись, это здорово. Не знаю, что вы думаете. Мышцы, они не из пластилина сделаны. Я тоже живой. Я, конечно, старался последние там лет 10 всегда быть в форме. Но вот на 20 дней, да, представьте, как весело. Халецкий тоже выглядел не очень здорово. Бывает и такое. Дальше. Цена операции. А может, в хорошем смысле спросили. Не знаю, короче, как-то я привык уже. Я как-то уже не всегда различаю настроение. Чаще замечаю просто то, что пишут тролли. В общем, всем, кто беспокоится за здоровье, кто желает всего хорошего, спасибо. Подробнее надо будет спросить и развернуто. Я вам расскажу, отвечу, почему, что, как я выглядел, что это, с чем связано. Подробнее расскажу. Дальше. Цена операции. Там вышло больше 100 тысяч рублей за саму операцию. Спрашивайте, сколько стоит реабилитация вся. Ребят, я не знаю, я не считаю. Во-первых, я, наверное, делаю много лишнего. Я сделаю отдельный ролик, да, про препараты, которые... Порттроник орёт. Сделаю отдельный ролик про препараты, которые я использую. Использовал. Про те противовоспалительные, которые нужно было есть. Что мне капали внутривенно. Ну, про всё я запишу. Вот. Я не считаю, конечно, расходы на всю реабилитацию. Там, цену гормона роста, которую я проставил в течение месяца после операции. То есть, коллагена пью много. Сколько это всё стоит? Я тоже не учитываю. Наверное, только на коллаген уходит по родичной цене 3000 рублей. Ну, грубо говоря, вот вам цена потребления коллагена мной. Дорого. Ну, кто-то не делает операции вообще. У кого-то проще операции. Видите, у меня полный отрыв. Там, титановые. Только я знаю, что материалы стоили вот вроде 1050 с копейками. Титановые пуговицы, нити специальные. Отдельный ролик скоро сниму вам про то, что делать с густой кровью, с гематокритом и со всеми этими делами. Потому что широкая тема. Её нужно, думаю, отдельно вынести, чтобы и в поиске для людей была помощь для решения этого вопроса и этой задачи. Вот. Дальше. Ай, как же у нас красиво. Просто потрясающе. Вот такая набережная. Почти каждый день мой путь домой пролегает здесь. Можно ли без химии круглый год? Круглый год без химии быть в хорошей форме. Сухим и так далее. Если это вопрос ко мне с точки зрения разрешения, конечно, можно. Если вопрос с точки зрения возможностей, тоже можно. Ребят, быть сухим это исключительно баланс поступления калорий, их расхода и всё. То есть, ни больше, ни меньше. Что на фарме, что в натуражку. Я не скажу, что на фарме так же идентично, как тренинг натуральный. Нет, конечно, на фарме все процессы быстрее происходят. Исходят попроще. Но если вы тренируетесь на натуражку, и у вас ни черта не получается, и вы считаете, что успех ребят, которые на фарме обусловлены только химией, это не так. Это вы себя оправдываете. Вы, скорее всего, жрёте говнище, тренируетесь херово, и поэтому так выглядите. Потому что есть ребята, которые плохо питаются и плохо тренируются на химии, и выглядят хуже, чем вы. Просто вы не думаете, что можно выглядеть на химии так отвратительно. Поверьте, можно. Хуже худшего. Форма большинства химиков просто позор. Позор вообще этого спорта. Но не об этом. Поэтому, конечно, важно найти свой баланс калорий. Потому что подсчёт базового обмена, подбора калорийности – вещь условная, она многогранная. И нужно понимать, что много факторов сказывается на том, как у вас усваивается пища. И расчётные калории из еды не факт, что поступают, а не факт, что вы не травитесь даже тем, что едите. Потому что могут быть пищевые аллергии скрыты и так далее. Много моментов. Но если вы подобрали эмпирическим методом свою калорийность, то вы однозначно в какой-то момент сможете постоянно дать сухую форму, набирать качественно и так далее. Просто в нашем виде спорта очень… Есть железобетонная теория, которая всё-таки модифицируется практически эмпирически под каждого отдельно выделенного субъекта. Вот этот момент нужно понять. И с этим нужно работать грамотным, квалифицированным, так скажем, тренером, давайте назовём. Либо самостоятельно разбираться. Вот. Вы мне часто пишите вопрос, сколько стоит моё ведение, ребят, дорого. Дорого. Поэтому давайте так, кому это интересно, вы мне пишите. После того, как вы узнали, что, ребят, достаточно дорого. Не тысячу рублей за программу. Ну, я за тысячу рублей, ну, вообще, мало чем готов делиться. Я лучше, в таком случае, бесплатно вам вот отвечу, подскажу, задайте вопрос под видео. Будет гораздо проще. В разы причём. Дальше был вопрос, что если использовать дозировки в 50-150 мг тестостерона в неделю? Будет ли результат и будет ли это угнетать дугу? Да, будет обязательно. И я не вижу смысла таких маленьких дозировок. Я против, категорически против высоких дозировок, неоправданно, потому что они не вырабатываются. Это нужно смотреть. Опять же, всё на длинной дистанции. Но также я и против очень маленьких. Я не сторонник, так скажем, стероидного минимализма. Потому что нужно понимать, что 50 мг введённого извне тестостерона, что 250 мг одинаково будут влиять на снижение секреции собственного эндогенного тестостерона. Поэтому, если вы губите своё здоровье, вмешивайтесь в гормональную систему, то пусть хотя бы от этого будет какой-то результат. Поэтому две таблеточки метана... И три метана, да? День, это не курс, ребята, это херня. Ну, конечно, вы можете получить весь спектр побочных эффектов, однозначно, друзья. Уменьшение ваших текстикул, отёчность, задержка жидкости, таксическое воздействие метана на печень. Этот букет вам обеспечен. Задержка жидкости обязательно. Конечно, вы поднаберёте немножко силы, за счёт воды исключительно, и небольшое увеличение веса. Потом вы всё это сольёте, полечите печень, кожу. Чё тут фу, не дай бог. Конечно, есть ряд людей, у которых побочные эффекты будут минимальные. Но рисков это не стоит. Я в целом против оралки. Если что, да, учтите это. Оралку я бы не рекомендовал никому. И только в крайнем случае выступающим спортсменам в последние дни подготовки при необходимости отмены полностью всех масляных препаратов и поддержанию высокого фона, вводимых извне гормонов. Короче, там отдельные схемы, которые вам не нужны. Ну вот, я ответил на те вопросы, которые я помню. И ролик затягивать, наверное, не стоит. Поэтому крепкого вам здоровья. Вы всё знаете про комменты, про все дела. Под этим роликом скидки не будет, потому что они были и так постоянно. Вот под разбор рейджа, который скоро выйдет, я точно сделаю скидон на рейдж и на кольцевая. И сделаю разбор на апгрейд. Апгрейдж. Апгрейдж. Вот две добавки. На них будет скидка общая с сайта. И на них будет обзор снят. Так что ждите на эти обе добавочки обзора. А сейчас немножко красивой дороги. Вот так у нас выглядит. Кто не из Питера, друзья, ЗСД. Дадим немножко жара. Обожаю эту дорогу. Она просто потрясающая. Каждый вечер я по ней еду с производства. Кстати, кто из Питера, ребят, есть, оказывается, абонемент на ЗСД. Пять тысяч рублей стоит безлимитный проезд по всем постам, пунктам оплаты. Я об этом не знал. Это, ну, я езжу каждый день, много. У меня раньше на работу обратно дофига денег обходилась дорога. А теперь нет. Впереди Финский залив. А там вдали башня Газпрома. Наверное, все-таки на Ширике лучше видно. Все-таки на Ширике лучше видно.